Татьяна День Татьяна День Татьяна День Его творческое наследие насчитывает более сотни стихов, 600 с лишним песен. В списке кумиров 20 века Высоцкий занимает второе место после Юрия Гагарина. Кассеты Высоцкого звучали все мое детство. В 5, 6, 7 лет я его слушал. Многие песни знал на память. Но самое интересное то, что я Высоцкого люблю, но сегодня я буду его исполнять впервые. Я человек подцензурного времени советского, когда невозможно было говорить правду, но магнитофоны не испытывали цензуры. Поэтому у нас были магнитофоны, и мы слушали Галича, Худжау, Высоцкого. Мы этим жили. Это был глоток свободы, глоток правды. В текущем году сразу два своеобразных юбилея, связанных с Высоцким. В 1964 году, 50 лет назад, он начал писать песни для кино и поступил на службу в главный театр своей жизни, Московский театр на Таганке. Всегда, когда я бывал в Москве, я стремился попасть на Таганку. Я видел его в Пугачеве, видел его в Гамлете. Это было такое тоже откровение. Он на полный, на разрыв аорта он все это делал. И потом были его гастроли, я сам из Калининграда, были гастроли в Калининграде, последний год его смерти. Это было страшно, конечно, он был на наркотиках весь. Один концерт он, значит, вообще не пел, только рассказывал. Ему из зала начали выкрики какие-то хамские были. Но потом Калининград повинился, значит, сейчас стоит памятник Высоцкому, есть общество почитателей Высоцкого. Высоцкий писал и любовные баллады, и юмористические песни, и песни-сказки. Бытует мнение, что лучше автора не споешь. Но все же участники «Слета Татьянин день» рискнули исполнить песни легендарного барда. Те, что им наиболее близки. Для того, чтобы песни были переданы и следующим поколениям, они должны жить своей жизнью. Они должны петься по-разному, и через эти песни будут выражаться отношения к миру. Все новых и новых людей, я уверен, эти песни не умрут. «Женщинам тяжелее, мне кажется, в Испании Высоцкого. Очень много, во-первых, от мужского лица, очень много артистичных вещей. То есть, мне кажется, ну и мало от драматических, да, в этом смысле для женщин. И это репертуар, который именно был у мамы, и который я просто еще из любви к маме. То есть, мне, естественно, когда я смотрю, как мама их поет, вот, это, я очень редко перенимаю ее песни, но если, то, которые очень просто лежат в душе. До тех пор, пока есть хоть один слушатель этого жанра, этот жанр будет жить. Да, вот зрителей жалуются многие по городам и весям, вот я спрашиваю, что мало приходят зрителей просто. То есть барды слушают бардов. Вот хочется, конечно, за эти рамки выходить, собирать полные залы, как и раньше. Но то, что жанр жив, это однозначно. То, что много молодых, талантливых авторов, исполнителей, я могу вам сказать, вот именно потому что я веду программу, и ко мне приходят интересные люди. Я сама их нахожу на просторах интернета и так далее, знакомлюсь. Поэтому это однозначно, талантливых много. Человек, выросший на правильных книгах, и можно эту мысль расширить, на правильных песнях, на правильном, на том правильном культурном слое, который формирует, наверное, нравственность, этот человек вряд ли может быть под лицом. И эта мысль очень важна для меня. Владимир Высоцкий прожил короткую жизнь, существовал на пределе эмоций и сил, выступал полулекально. Умер он 25 июля 1980 года, в разгар Московской Олимпиады. При жизни свет увидели всего семь пластинок, по четыре песни на каждой. В 21 веке поэт не забыт, только музеев, посвященных ему, сейчас существует целых шесть. В 12-й раз «Венспилс» аккурат в Татьянин день стал местом встречи исполнителей авторской песни. Ежегодно крупнейшее мероприятие в жанре авторской песни во всем Балтийском регионе собирает бардов из разных стран. Холодно в одиноком поезде, Что спешит на коростей, А потом в пургу. Дорогий, Кто остался в городе, Только с сердцем ссорится, Больше не могу. Новое, Там уже в вагонии Все уже придумали, Нечего творить. Я б хотел Выйти на Виктории И впервые заново Землю покорить. Холодно, Только мысли греются На большой медведице Их в пяти шагах. Может быть, Мне еще не верится, Что печаль развеется, Не поставив шаг. Холодно, А души окраина Подмигнет нечаянно, Ну, сколько ж можно ждать. Я б хотел Стать на миг Гагарины И по-настоящему Землю видать. Знаешь, Друг, Как меня замучила Чёртова бессонница, Чёртова бессонница, Нет уж больше сил, Музыка Обложила тучами И весенним дождиком В сердце мороси. Там уже закончено, Всё уже придумали И не снять печать. Я б хотел Стать на миг Петховена И сонаты лунной Вдруг Музу повстречать. Холодно В одиноком поезде Беспорно, мы всё равно сохраним ротацию, потому что если, ну, помимо того, что у нас, собственно, фестиваль проходит в Венсполсе и в Венсполшане, как бы, было бы странно, если бы они участвовали, и у нас есть талисманы, У нас есть обязательства перед талисманами, ну, и тем более, что публика по-прежнему принимает их очень хорошо, это те люди, которых мы на пятом слёте пригласили уже на все последующие, в благодарность за их отношения к фестивалю очень ответственная и в благодарность за то, как их любит публика. Но в остальном ротация будет продолжаться, мы будем стараться искать новых исполнителей, и спасибо публике за то, что они нам доверяют, мы, ну, по крайней мере, судя по её реакции, не разочаровали её. Прозвучали также песни на белорусском и украинском языках. На немецком песен не было, зато участников слёта из Германии было трое. Ради двух песен они преодолели немалые расстояния. Надену я пиджак в полоску, или, допустим, брюки в клетку, достану с понтом папироску, или, допустим, сигаретку. Поеду к девушке любимой, или, допустим, нелюбимой. Зовут её, допустим, Риммой, или, допустим, Серафимой. Куплю, допустим, два букета, гвоздик, допустим, и пионов, или, допустим, два билета на фильм французский про шпионов. Скажу ей, будь моей женою, или, допустим, не женою. Ты будешь счастлива со мною, или, допустим, не со мною. Она в ответ позеленеет, или, допустим, покраснеет, или, допустим, почернеет, значения это не имеет. А после скажет, знаешь, Вася, или, допустим, знаешь, Петя, не для того я родилася, не для того живу на свете, чтоб слушать мне такие речи. А я на это ей отвечу, иди-ка ты заре навстречу. И сам пойду заре навстречу. И сам пойду заре навстречу. Конечно, есть смысл. То есть люди, замечательная организация, теплая атмосфера и возможность показать свое творчество. Это песня, которая заставляет думать, и когда не хватает слов для того, чтобы воплотить в эти слова свои чувства и мысли, вот приходит авторская песня на помощь. Она просто помогает жить. На призыв не сорить не откликнулась шалою осень, А бронил листву, как ненужный трамвайный билет. И пошла, покатила нежданно, непрошенной кость ей, Оставляя земле под узкневшего золота след. Среди голых ветвей, не стыдясь, полыхает рябина. С река примеряет оковы шуги. Потянулись сваты, чтоб успеть по бычьям старинным, А крутит переспелок задолго до первой пурги. День, что прожит, тает в прошлом, На вчерашний не похож. Время, жизнь на части крошит, Береги не сбережешь. За зимой, за поворотом Нельзя отсюда не видать. Есть такое, где-то что-то, До чего рукой подать. Череда перемен Бесконечно движение по кругу, Увидание, потом пробуждение, И все расцветет. Времена, Времена вам бы встретить однажды друг друга, Как встречаются люди, Когда хоть чуть-чуть повезет, День, что прожит, тает в прошлом, На вчерашний не похож. Время, жизнь на части крошит, Береги не сбережешь. За весной, за морем света, За разбуженной рекой Есть такое, что-то где-то, До чего подать рукой. Когда-то встретились два барда. Не, не так. Дело в том, что, когда света родилась, Я написал первую песню до этого. Понимаете? Вот, собственно говоря, ответ на ваш вопрос. А когда мы встретились, Я услышала Владимира, как известного автора, И пристала к нему с диктофоном, Записала песню, которую выучила, А теперь мы ее вдвоем поем. Мне захотелось в неволю, и я пошел. Организаторы, авторы, исполнители Привлекают зрителей именно на жанр Авторской литературной песни, Не подкупая публику Легкостью восприятия незатейливых мелодий. Здесь нет подтанцовки и яркой сценографии. Зрителю приходится непросто, Ведь на концерте авторской песни Не расслабишься, надо слушать текст. Дело в том, что поп уже надоел. Авторская песня, во-первых, Она очень эмоциональная, Она настоящая. И когда ее слушаешь, Вспоминаешь какие-то моменты из жизни, Да, она со смыслом, Она пишется от души, Человек пишет, Какие-то описывают моменты, Что-то из жизни, Хорошие события, плохие. Я несколько раз то пакла, то смеялась, Я не знаю, я очень эмоциональный человек, И считаю, что именно этот жанр Наиболее несет в себе Именно такие эмоции. Я всю жизнь сидел на четырех стульях. Семья, работа, альпинизм и гитара. Порядок может быть любой, В зависимости от ситуации. Но вот эти четыре компоненты Моей жизни, составляющих, Они, в общем, до сих пор живы. Песни пел чужие, да хорошие, Не боялся вскачь, судьбу свою нести. Тут звезда упала На ладоши мне Оказалась та звезда Вселенную Как темницу Миллионы свеч внести Золотой Монеткой Неразменною Мне остался след Дыханье вечности Разменяю золотой Монеткой Неразменною Мне остался след Дыханье вечности Разменяю золотой На медики Миллионы свеч на лампочки По сорок ватт И забью И загуляю От тоски Все равно во всем Один я Виноват И куда теперь мне деться С этим золотым? Сердце жжет А не отдать И не сменять Не душа А пепелище Золотым Нет, ей-богу Обхохочешься с меня Не по сеньке Видно шапка Этот золотой Распугаю по кругу Нынче всех ворон Но не все еще сказал Не все сказал А той Профиль чей там Отпечатан Сразу с двух сторон Толь орлом Мне золотой А дон решкою Все одно Судьба моя Лихая бестия Ах ты, Господи Прости мне душу Грешную Переплавлю Неразменный золотой На песни я Ах ты, Господи Прости мне душу Грешную Переплавлю Неразменный золотой На песни я Я родился в актерской семье Моя мама Дай Бог ей здоровья Недавно отметила 85 лет Она народная артистка России И как бы вот эту вот театральную атмосферу Вот эту закулисную сцену Я впитал буквально с молоком матери Как это небанально звучит А где-то мы тогда работали в Казани Мама работала в Казани Я учился Мама работала в Качаловском театре Это есть такой знаменитый театр в Казани Русский театр К нам приходили артисты после спектакля Пообщаться, отдохнуть Кто-то из них брал гитару И я там впервые услышал песни Галича Первая песня, которую я выучил Это была песня Галича «Облака» Когда-то давно, когда я родилась там Уже как детство мое Многие очень играли на гитарах И я влюбилась просто в песни, которые пелись под гитару Сама мечтала выучиться, играть Выучила первые три аккорда Это было все мучительно долго И потом наступил какой-то момент студенчества Конечно, студенчества Когда я стала писать свои песни Папа однажды купил в магазине Скутцем хвостом полосатый арбуз Мы честно на всех его поделили Он был удивительно сладкий на вкус А после у мамы живот появился Скушала мама арбуза кусок Он где-то внутри у нее зацепился Он где-то внутри у нее зацепился И задержался на длительный срок Наша мама знатный толстопус Носит мама икс, 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 иль арбуз Как случилось это и зачем Больше я арбузов не ем Мама к врачу теперь ходит и ходит Врач говорит ей, все скоро пройдет Арбуз, мол, из вас постепенно выходит Но кажется мне, что он в маме растет Наверное, ему там тепло и уютно Живет в животе, он не зная запот Мама, шепнув ему доброе утро Мама, шепнув ему доброе утро Нежно рукою гладит живот Наша мама знатный толстопус Носит мама икс, 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 иль арбуз Как случилось это и зачем Больше я арбузов не ем Отец на руках теперь мамочку носит Словно свою ощущает вину Как ваши дела он у мамы спросит И ухо приложит к ее животу Вот так мы однажды поели арбуза Но худо не может быть без добра Когда вдруг у мамы исчезло пузо Когда вдруг у мамы исчезло пузо То вдруг у меня появилась сестра Наша мама знатный толстопус Носит мама икс, 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 иль арбуз Как случилось это и зачем Больше я арбузов не ем Наша мама знатный толстопус Носит мама икс, 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 иль арбуз Как случилось это и зачем Больше я арбузов не ем Новинкой 12-го слета стала встреча организаторов подобных фестивалей Проходящих в Эстонии и России На которые участники сформулировали как минимум пять определений Что же такое авторская песня В первую очередь мы хотели услышать какие-то новые идеи Для организации фестивалей И очень интересный был обмен мнениями Ну и главные две вещи, которые мы поняли Значит, такие практические Это, во-первых, что нужно плотнее поддерживать друг друга информационно Поскольку рассказывать о фестивалях друг друга это важно Поговорили и о том, как мы можем помогать друг другу Интересными авторами и исполнителями В первую очередь было интересное предложение от Балтийской Уханы Которые предложили тем фестивалям, на которых есть конкурс В качестве одной из премий, одной из призов победителям Предоставлять возможность по бесплатной поездке на Балтийскую Ухану И даже готовы взять на себя финансовую сторону этого дела И предлагают другим поступать так же Спешит на свидание соседка И это пока что новинку В кафе за углом малолетки Устроили вечеринку Подружка купила пижаму Горда просто как королева А я живу вместе с мамой Я старая дева Студенты в ближайшей общаге Напились за сдачу зачета На площади люди и флаги Уверенно требуют что-то Разборка гремит громогласно В семье из квартиры налево А я никому не опасна Я старая дева Шикарная барышня в шубах Свершает свои эмоционы Электрик достаточно грубо Скорбит над разбитым плафоном Такие мордасти и страсти Вокруг кто в заботах, кто в гневе Увы, настоящее счастье Доступно лишь мне старой деве Спешит на свидание А я не спешу на свидание Целуются малолетки В подъезд забытого здания И все создают себе сами Ненужные в целом проблемы А нам хорошо Мне и маме Мы старые девы Все многообразие форм Жанра авторской песни Которому публика за 12 лет Уже успела привыкнуть Организаторы обещают На следующих слетах Следуя своему девизу Друзья встречаются вновь Мы планируем что ему быть Потому что отзывы наших товарищей Которые побывали на фестивале Пока мы еще немного их услышали Но те которые услышали Они очень добрые И о публике И о организации И о составе Ну и конечно реакция публики Всегда вызывает желание Делать дальше Публика принимала очень тепло Оба дня И это вдохновляет на то Чтобы продолжать Стройте надежные башни В черных слай Стройте во сны Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!